Идея сделать самим ремиксы, она на нас, видимо, давно зрела, потому что ремиксами это назвать нельзя. Это ремейки, скорее всего, песен с совершенно другим прочтением их. И задача, наверное, просто дать людям посмотреть на этот материал с разных сторон совершенно, и получить разные эмоции от одного и того же произведения, начиная от серьезного загруза, заканчивая нормальным сатирическим отношением к тому, что мы сами делаем. То есть все эти «Макси Сингл» специально придуманы для того, чтобы альбом сложный, концептуальный, как можно в большем количестве песен представить. Потому что альбом, как всегда, такой, даже в большей степени, чем обычный, таков, что по одной песне нельзя судить о том, какой он есть. Сейчас крутится у нас клип «Секрет», песня хорошая очень, но и она не дает полного впечатления об альбоме. Нужно его либо прослушать полностью, либо, если мы говорим о людях, которые случайно где-то должны услышать. Мы хотим, чтобы люди услышали как можно больше песен, и в разных контекстах. А альбом будет опять смикшировано, как бы единое музыкальное полотно, как был уже опыт у вас работы такой, или будут отдельные произведения? Да, скорее всего, это даже такое полотно, даже не художественное, а драматургическое, скорее. То есть это законченное драматургическое произведение с прологом и эпилогом, с развитием сюжета, с развязкой и с моралью в конце. Мораль альбома какова? Там есть такие стихи. Пара, зверь, начинает войну, дышит ядом ад, мир зовет сатану. Иуда в аду, а фауст в раю, а мы на краю, пока на краю. Это эпилог. Но 2000-й год пока еще не наступил, вернее, как бы 2000-й наступил, но не наступило тысячелетие. Ну, собственно говоря, так и получилось, что, видимо, на нас, на Глебов, часто, как поэта, подействовало все это. Все равно мы живем на рубеже веков, и это дает свой отпечаток. И так получилось, что в течение всего 20-го века произошлись самые страшные войны на земле, которые только проистекали. И эти войны, дело даже не в самих военных действиях, а в том, что как характер людей ожесточается, как они ввязываются в эти войны помимо своего желания. Вот, пожалуй, драматургическая линия альбома посвящена вот этой тематике и любви. Да, естественно, любви. Война, не только как военные действия, я уже говорил, а как вообще взаимоотношение между людьми. С одной стороны. С другой стороны, думаю, многое будет значить для любителей музыки то, что он посвящен памяти последнего великого композитора Альфреда Горевича Шнитке. Так мы решили написать такое посвящение на альбоме. Музыкально, да, музыкально, несмотря на то, что Шнитке трудно подражать, потому что он сам великий компилятор, тем не менее нам это удалось. Будут какие-то отзвуки из его произведений в песнях, нет? Будут отзвуки. Только отзвуки. Как бы не будет цитат, мы не использовали музыку, не цитировали, но стилистический, как бы подход к его психоделическому какому-то звуковому ряду, он, мне кажется, очень удался, особенно в ряде таких песенок, особенно в эпилоге, конечно, это, по-моему, очень должно им удалось. Какая студия выпускается? Что за звук студия? Ну, звук мы, как всегда, записывали сами дома, прямо на квартире нашего звукорежиссера Олега, куда купили просто несколько хороших компьютерных, приличных программных обеспечения. Там микрофоны купили и просто сами в домашних условиях записывались. Вот. Выпускающий лейбл, он пока еще малоизвестен, называется он ВВВ 3W, в смысле, рекордс. Вот. Это, да. Или Никитин рекордс. Ребята еще сами не знают, как они будут называть. Это как бы дилерская сеть, это не фирма, там, Sony или Real, или ежесенимый экстрафон. Это именно непосредственно фирма, которая торгует компакт-дисками. Мы пошли на контакт именно с ними, а не с каким-то лейблом, именно для того, чтобы делать промо в том ключе, в котором нам нужно. Потому что все лейблы начинают диктовать, как я уже говорил, а нам это совершенно не нужно. Вроде того, что Sony Music запретила группе B2 и название альбома, и обложку альбома. И перекомпилировали песни полностью. Переставили все песни, там, по своему порядку. Нас это не устраивает. Мы люди очень самостоятельные в творческом смысле. Вот. Оформление альбома в очередной раз, начиная с урагана практически, делали тоже совместно. И видеоклип «Секрет» снят в ближайшем сотрудничестве с режиссерами, то есть по моему сценарию. В формате MP3 люди, которые гуляют, на вашей страничке найдут эти песни, смогут скачать себе? Да, я думаю, смогут. Я не знаю, в какой временной промежуток это произойдет, но сейчас готовится в интернете специальный сайт. Он будет находиться, сноска на него как в нашем сайте Агата Кристи, так и в сайте 3W Records. Это отдельный сайт об альбоме «Майнкайфа», об отзывах на него с пресс-релизом, со всеми новостями, касающимися его. И там же будет сноска на магазин, какой-то, по-моему, XXL, аудиомагазин, который будет торговать, начиная от подачных компактов, там, какие-то, видимо, устравагантных упаковок, заканчивая MP3-госкими какими-то. Ну, MP3, по-моему, бесплатно там будет размещен. Просто, ну, об этом тоже речь шла. У меня один из последних вопросов. Года полтора-два тому назад была некая истерия. Поклонницы гонялись за братьями Самойловыми, там, писали различные письма в музыкальные здания и в Москве, и по России, матушки. Что сейчас происходит? Как фанаты, фанатки более-менее успокоились? Или все еще происходят какие-то эксцессы? Приятные, неприятные? Да, происходит. До сих пор, знаете, одни фанатки вырастают, другие подрастают. Безусловно, как бы, на лет модная группа с нас слетела, и это, наверное, скорее хорошо, чем плохо, потому что нам удалось из модной группы перешагнуть в разряд группы с постоянной аудиторией, к которым постоянно... То есть мы знаем, на кого упираемся и знаем, что эти мысли, которые мы пытаемся из себя извергать, будут услышаны теми людьми, которые в них врубятся или захотят, по крайней мере, врубиться. Это здорово. Ну, а фанаты хорошо действительно подрастают, но они ведут себя по-другому. У них там другой же менталитет, но они есть и хватают. В общем, концерты проходят, как всегда, на ура и весело. А иначе и смысла нет их играть. Но вы хоть иногда заглядываете на свою страничку, на гостевую, смотрите, кто что там пишет? Или времени не хватает? Очень редко, но происходят такие вещи. Иногда пару раз я влезал в чат, оставлял там сообщения, включая даже список рекомендуемых литератур на лето. Так что что-то происходит, действия происходят. Спасибо большое за интервью. Будем надеяться, что у вас сегодня замечательный будет концерт. И напоследок ваши пожелания всем зрителям в Муставо-Эстонии. Больше хорошей музыки, чтобы пожелать и здоровья, и счастья. Спасибо большое.